Новосибирские энергетики сокращают выбросы теплоэлектроцентрали. Например, на ТЭЦ-4 модернизировали электрофильтр, довели его эффективность почти до 100%. Что сделано в рамках защиты окружающей среды, энергетики рассказали на ежегодной встрече с представителями общественности и власти. Подробности узнал Александр Сульдин. ТЭЦ-4 – огромная фабрика тепла и электроэнергии в миниатюре. Макет в 350 раз меньше оригинала, но занимает внушительную часть музейного зала. Располагается электрофильтр, это дымососное отделение. Электрофильтр – это огромный шестиэтажный дом. Внутри электроды тоже огромные. Частицы золы при помощи электростатического заряда притягиваются и стряхиваются в специальный бункер. Сооружение переделали, электроды заменили на более совершенные. Теперь здесь остается почти 100% загрязняющих веществ. Не выходит теперь со станции в реки источная вода. Раньше системы возврата источных вод не было. И все ливневые воды, они сливались в промливневый коллектор городской. И далее уже в реку воду. Сейчас мы со станции ТЭЦ-4 эти сбросы исключили. Вода идет на золоотвал, потом очищается, возвращается на станцию и снова используется в технических целях. На других ТЭЦ также выполняют экологические проекты. В частности, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 оснастят оборотными системами удаления золы. Новые коммуникации позволят обеспечить возврат с осветленной воды золоотвала не в протоку АБИА, а обратно на станцию для дальнейшего использования в удалении золы. И это только часть большой экологической программы СГК. Следующее мероприятие это новосибирская ТЭЦ-5. Газификация растопки трех котлов на ТЭЦ-5. Объем инвестиций 205 миллионов рублей. Общая стоимость экологической программы на ближайшие три года составляет порядка 3,5 миллиарда рублей. Результаты работы уже отметили новосибирские общественники. Ровно два года назад мы здесь собирались и говорили только о планах по каким-то экологическим проектам. И сегодня нам представители компании отчитались о реализации некоторых из них. Более того, показали, собственно говоря, новые электрофильтры. В Новосибирске постоянно вводятся новые микрорайоны. Востребованность тепловой энергии растет. Нужно сжигать больше угля, но при этом повышать экологичность производства тепла и электричества. Сибирские генерирующие компании работают на этот результат. Александр Сульдин, Борис Гладких, Новости ОТС.